Привет, с вами Тору, вы на канале Ниссанрайз, и сегодня у нас не будет ни квеста Хейдза, ни Нахиды, ни тем более Казухи. Голос все еще мертвый, я все еще сонный, поэтому Аронары Нас сегодня ждут просто Аронарчики, ну а сколько можно с ними тянуть-то? Пора бы, иначе Аронары превратятся просто в очередную Сакуру, а я этого не очень-то хочу, поэтому... Ара-Ара, так, а где наш квест Аронар? Вот это? Да. Ну, наверное, да. А это что? Так, это понятно, что это... Ладно, это я припоминаю, что... Что такое питомник грез Ароньяка Том-2? Ну, нам в любом случае нужно вот это закрывать, нам еще Аропаса нужно найти, короче, поехали, все, погнали. Там, может быть, опять пообщаемся с грибочками, либо что-то в этом роде. Все. Вот, заодно будем бегать, открывать телепорты, лутать сундучки, короче, все по канону. И я не знаю, почему, почему, почему из оружейного баннера всем падают луки. Кому-то даже по два, с одной десятки. А мне? Небесная сось. За что? Почему? Как так? Фокс, ну ты же видел там два лука у нас в чатике Дискорда. А, кстати, давайте я тоже лук выбью один. Две круточки есть, может быть, он здесь? Может быть, он прям... Ладно, надежда была. Да не, выбью, я должен, я должен справиться. Еще есть время. Еще есть время. Еще целых две недели. Может, лампу не надо, лампа? Давайте без лампов. Я хочу громовой пульс. Я хочу, чтобы моя емочка бегала с сигной. Потому что у меня саппорты бегают с сигнами, а основной ДД бегает без сигны. Ну, у меня елань это саппорт. Но она бегает с сигной. А вот ема... Емочка, да, емочка бегает с ржавым. Потому что выбора нет. Потому что ее баннер постоянно попадает куда-то не туда. Привет, ребят, тем, кто к нам только-только присоединился. Это же опять сейчас, да, имена начнутся веселые. Ну, а как иначе? Это же квестик Аранар. Как иначе-то? По-другому здесь быть не может. Заодно нужно пособирать гемчиков. Потому что гемы сейчас очень сильно нужны. Потому что нужен лук. Тору, здесь как-то странно. Ой, водосучья шутца. А там плесенники кого-то окружили? Ага, Аранару окружили. Хорошо, подождите. Плесенники окружили Аранару? Это хорошо. Сколько у меня в оружейке откручено? В районе десятки, наверное, да? Ихе. 8 круток. Ну, плюс сегодняшние 2. Короче, 10. 10 круток. Ну, грубо говоря, еще 66 осталось. И все. Всего-то осталось налутать где-то 66 круток. И все будет хорошо, казалось бы. Правда, вот, проблемка в том, что на все это осталось только 2 недельки. Ну, я попробую. О, это Нара. Золотой и храбрый Нара. Белая глупая леталка, да? Меня зовут Пайман, а это Тору. Все в Анаране готовятся к празднику Уцава. И что ты здесь делаешь в одиночку? Я уже забыл о их именах, о этом празднике. Нары. Шла Нара через реку, видит Нара в реке Аранара. Господи, все вот это, опять все это ждет. У Аропанду важное задание. Я здесь ради праздника Уцава. Ради чащи Апам и Нары Варуны. Ну, все, началось, началось. Ага. Значит, ты и есть Аропанду. Нара Варуна, говоришь? Знакомое имя. Нара Варуна. Это золотая и храбрая Нара. Совсем как Нара Тору. Когда не было видно ни луны, ни солнца, даже ветры обрывали листья с больших деревьях Ваны. А черные дожди терзали их ветви. Боль Ваны капля за каплей утекала в землю. Повсюду стоял запах железа и соли. Ого. Не знаю, сколько раз вставало и заходило солнце. Явилась Нара Варуна. Золотая Нара говорила золотые речи. Полезно. Вместе с Аранарами она вернула на небо солнце и луну. Машина Нары Варуны смыла боль Ваны. С тех пор больше не было черных дождей. Не было запаха железа и соли. Машина Нары. Ага. Угу. Все в Анаране были благодарны Наре Варуне. К этому нужно привыкать. Все полюбили Нару Варуну. Как любят солнце, землю, дожди, росу. Пока я проходил основной сюжет, я совсем отвык от квестов Аранар. Ага. Ого. Звучит здорово. Наверное, она очень хорошая Нара. Но и Нара Тору тоже помог многим. Многие ему благодарны. Нара Тору тоже обязательно тебе понравится. Она как будто сватает меня, Аранаря. После ухода из Ванараны, многое родилось из земли, и многое в землю вернулось. Ветви и листья машины Варуны утратили свою силу. Варунастра суматошно хлопала крыльями, как испуганный зябрик. Дожди потом стали слишком частыми. Очень странно. Блин, какие странные диалоги, из которых непонятно. Ровным счетом, нихрена. Насколько стрим планируется? Планируется часиков до шести, но учитывая то, что... У меня либо язык сломается, либо голова сломается... Намного раньше. Ваня, поселились бегающие грибы. Повсюду незнакомые семена. Угу. То есть, наверное, это пресненькие споры. Но что это за машина Варуны и... Варунастра? Может, какое-нибудь мощное оружие? Ну... Может, это и не оружие? А тогда что? Может, крылатый Аранара, сотворенный из воды? Что? Что? Да как? К чему? К чему? Исходя из чего такое убозаключение? Типа, да не, это не оружие. А что? Это не самолет. Это крылатый Аранара, сотворенный из воды. Угу. Так это ж гидромимик. А, нет. Нара Тору и Пайман ошибаются. Поднимемся повыше. А Рапанду все расскажет. Воздух здесь и правда какой-то странный. Скверные семена. Угу. Ладно. Поехали немножко повыше. Но моя основная задача это... Скорее сундуки и гемчики и сквозь-то полутать. Ладно. Хо-рошо. Я понял. Как это порой бывает. У меня язык скоро начнет заплетаться. Так, а где-то здесь было два кусочка мяса. Ну да ладно. Так, подождите. Повы... Поднимемся повыше? Подождите. А куда это ты собрался подниматься? Там повыше, когда там все... Только спускается. Ладно. Хорошо. Допустим. Допустим. И где мы здесь с вами повыше-то поднимемся? Хотя очень вероятно, что нам нужно вон туда. А может и не нужно нам туда. Мне нравятся эти классы тем, что... Ни френа непонятно. Что? Куда? Кого? Зачем? Почему? Кстати, подождите-ка. А что не так с емой? Она дива промокла? А это кто? А-а-а. Сколько я уже брожу по суммеру, я впервые вижу вот это. Нэри, по поводу Скоромуччи... Ну... Ну... Там все сложно. Там же, понимаешь, все прям очень сильно зависит от того, кто там будет в баннерах. Вместе с ним. Блин, и там еще эта штука. Мне понравилось, как нас позвал этот... Аранара. Типа, пойдем просто повыше. Куда повыше. Куда ты хочешь. Что ты от меня хочешь. Еще и лут убегает. Сегодня точно мой день. Ладно, пойдем хотя бы розочки пособираем. Я аж так-то вообще по суммеру не бегал. У меня, если вы помните, уровень исследования суммеру, он... Ладно, тут 10%. Пустыня. Пустыня, ребят. 2%. Так. Земли нижнего Сатеха 24%. Угу. Ну и ладно. Акеми, спасибо. Спасибо. И че там? И че там? И че там? И че там? А, все, все. Время иолочки. Там, кстати, этот... Отряд архонтиков-то появился, но... Но... Отряд архонтов появился. Прокачка у этих архонтов не появилась. То-то-то есть там все максимально сложно. А крутки там нету. Фокс там вместо крутки теперь уже вот эти ребятки. Ну, потому что крутить-то нечего. Так. А где двуруки-то, вот же они. Там теперь архонтики. Просто из архонтов прокачанная только райден. Но она прокачана только по уровню. У нее там улов, что ли, 20-го, 30-го уровня. Или улов прокачанный, но просто не... Ай, не пробужденный. А кто? А-а-а. То есть это должно быть в теории даже... Это еще и зона угадания. В теории это должно быть что-то даже похуже, чем Лоли Скват, который у меня ничего не может. Вот эта штука, она прям вообще страшная. Там скорее всего... Блин, а кого? Вот кого качать? Венте в ДД качать? Я не знаю, что с отрядом архонтов делать. Кого-то-то нужно качать, а кого? Райден все-таки... Она больше саппорт, она может подамажить, но это с ульты. А ты, может, 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 снимешь щиток, братик. По-братски. Просто по-братски. Райден и Нахида. Ну, Нахи... Нахида-то она прокачана, по идее. Вот. Нужно что-то с Нахидачкой придумать. Чтобы ей прям понравилось. Че-то уже как-то душно. Так, все, ладно. Поехали искать то место, куда нам вообще... Кстати. Подождите. Мне уже, наверное, пора собирать эти... Дендрокулы-то, потому что... Да. У меня там статуя, это второго уровня. Ладно, но... Пора-пора, но, видимо, не в этот раз. У меня статуя второго уровня. И у меня очень большие проблемы. У меня репутация все еще первого уровня. Потому что сейдквест-то не закрыта. Вообще причем. Короче, в Сумеру у меня все плохо. Тут главное, чтобы... А, а вот и мясо появилось, которое было потеряно. У меня такие ощущения, что я Сумеру не закрою до выхода следующего... Ну, не обновления, ребят, не. Не, до выхода следующего региона. Там просто вот в чем проблемка-то. У меня еще около сорока, наверное, сейдквестов висит. Я хотел сегодня глянуть, но забыл. Надо было подойти и просто... Где берутся квесты репутации, надо было просто посмотреть, сколько же там сейдквестов. У меня закрыто, наверное, штучек пять. А всего их, наверное, сорок с хвостом. Я так и не понял, чего хотел от меня этот маленький Ранара. Он хотел, чтобы мы поднялись куда-то повыше. Сюк, ты... Ты мог бы вот это повыше свое как-то... А... Так, подождите-ка, ребят. А вот это место, оно вполне, по-моему, подходит под описание повыше, да? Вон. Ладно. Давайте просто сходим и посмотрим. Ну, ну, повыше. Ну, тогда логично. Барин, ну, это место, оно как бы не в зоне, да. Но оно не там. Ладно, будем бегать, собирать шарики. Вот за что я люблю сейдквесты подобные. Здесь у тебя есть две минуты диалога, а потом ты полчаса просто бегаешь и пытаешься понять, а что ж от тебя в итоге-то хотели. И чего от меня в итоге хотели? От меня хотели, чтобы я забрался повыше. Слушайте. А вон та штука, она считается как повыше? Я уверен, что я, наверное, там даже был уже. Вот просто насколько же он крыс? Я не удивлюсь, если нам нужно было вот эту штуку потрогать. Чтобы оно заработало. Ладно, давайте попробуем выстрелить туда колеи. Если не получится, то ну как бы... А, так подождите, стоите. А, нет, не стоите. Все не так. Повыше это максимально высоко. Ну, это понятно, но я вроде бы и так на максимальную высоту здесь забирался. Так, стреляй. А, да. Ну и ладно. Мне очень-то и хотелось на самом деле. Все, все, ребят, все. Похоже, у нас нашелся новый претендент на пару к этому. О, сундук. Все. Квесту Сакуры. То есть все по канону. Сейчас у нас и этот квест туда же поедет. Выйдет фонтейн, и мы его закроем. Так, все, иди сюда. Я заблудился, я злой, поэтому... Э, кстати, отряд двуручий идеальный отряд. Окей, спасибо. Ага, что-то двуручий здесь не того. А кто там? А кто там? О! Так, допустим. Ну. Допустим, сейчас у нас сюда придет кто? Сейчас у нас сюда придет храстки райдан. И все. Ну, как сказать получше? Там просто это. Здесь есть урон у двух персонажей. Да, Сяо. Не, у меня Сяо такие себе воспоминания. Ладно, пойдем убиваться. Где мои палки? Во, все. Там есть Хутава. Хутава может для чего-то пригодиться. Привет, ребят. Тем, как там Торика только присоединился. Ладно. Плюс у этого отряда тоже есть. Да-ка вот. Повыше. Повыше. Угу. Полезли. Ну да, электро нужно для того, чтобы оживлять все это дело. Я бы еще хотел телепорт, наверное. Вот тот открыть, который рядышком висит. Но я чувствую, я забуду. Значит, не судьба. Как-нибудь в другой раз. Ну, вот как бы план-то был хорош. Но дед туда не прорезает. Фокас. Спасибо. На кого? Мы дождемся просто... Да. Да. Мы дождемся. Все. Мы дождались. Все, Фокс. Спасибо. Спасибо. Так, сюжет весь, да. Сюжет-то весь пройден. Ну что, Фокс? С первого раза. Поехали. Все. Вот это играбельно. И по идее она... Во. Ну вот же. Ну вот же. Ну 8к хп. Так. Подождите-ка. Давайте мы только с Венци что-нибудь сделаем. Потому что меня вот это смущает. Я даже знаю, что мы сейчас сделаем с Венци. Мы сейчас просто ограбим Казуху. И у нас Венци станет ДД. Все. Мы сейчас берем... Берем просто вот именно Казуху. Раздеваем. Все. Да все. Готово. Лучшего варианта, по-моему, просто не придумать. Все. Во. Допустим. У меня сейчас будет просто ДД. Венци. Все. Забейте. Боже. Так. Вентик, ты готов? Уф. Блин. 51.118. Не совсем то. Ну да ладно. Хорошо. Что у нас дальше там? Что у нас... Так. По Райден. Ладно. Райден это просто Райден. Ну. Ну. Оно все первого уровня. У нас есть ДД. Ладно. Ну. Казуху не то, чтобы ограбили. Блин. Ну все. Все, ребят. Это теперь играбельно. Готово. Только я забыл куда шел. Я наверное шел куда-то... Дайте угадаю не сюда. Так. Допустим. Давайте осмотримся. А-а-а. А-а. А вон он где был. А вот он где был. А вот в чем подвох-то. Все. Все. Забейте. Подвох найден. Ага. Ага. Подождите. Что? А-а. Ну. Типа. Допустим. Их же по порядку нужно, да? Как-то активировать. Или. Так. Опять загадки. Да. Именно так. 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 Это вообще как... Работает. Так. Это что? Я такое чудовище вижу вообще впервые. И как с ним взаимодействовать? А-а-а. Понятно. Ровным счетом ничего. Привет, ребят. Тем, кто только-только к нам присоединился. В смысле вторая неактивна. А-а. А-а. Ой. А как так неловко-то вышло? Подождите. Точно. А наша крутится. Господи. А-а. Мм. Подождите. Так. Допустим. Ну. Хорошо. Активируем. Активируем дальше. Ладно. Это просто крайне странная дичь. Все это было. Заткнись, Вэнси. Просто заткнись. Не зри меня. Просто. Вот это зачем было. Ради вот этого сундука. Ну. Шутки шутками. Но. Да. Ради этого сундука. О. Кстати. Но это же место тоже оно будет за пределами. Активируем. Куда ты полетел-то? Упс. Хотя ладно. Сюда и заберемся. Может быть повыше это вот сюда. Но это не точно. А вы помните, когда я в последний раз за Вэнси по горам-то карабкался? Я помню. Два. Года. Назад. Вот как только я его себе выбил. Так и все. Это же по-моему в версии 1.0 было. Так. Здесь где-то хатка была. Да. В версии 1.0 я себе его выбил на горе. А. Да. Ладно. Допустим. Мне Вэнси, кстати, очень сильно помогал. В свое время, когда были еще испытания, где нужно было шарики там сбивать и все такое. Вэнси очень сильно помогал мне вот этим. Ну, им как бы, знаете, особо не промахнешься. Даже если очень постараться, вот эта штука прям очень сильно меня спасала. Ничего, сейчас Вэнси будет ДД. Так. И я вот все по-прежнему пытаюсь понять. Вот это его повыше в этой области это где? Ну, это не то дерево. Это где-то вот здесь повыше. Ну, это... Это... Это все. То есть вот это деревце, оно не входит в это повыше. Оно за пределами. Да, Фокс, спрюнь. Я должен где-то справиться. Кстати, вот этим Вэнси тоже он, кстати, очень неплох. Если попадать, то он очень неплох. А Нахида пока до него что она не одета. Она пока просто... Нахидачка просто существует. Блин, я бы сейчас с радостью даже с кем-нибудь пофайтился бы. Ну, в теории, конечно. Так. Так. Море бы, знаете, наверное... Я бы Вэнси ржавый просто воткнул, да и все. И бегал бы спокойно. А на Вэнси трудно попадать? Да нет. Не особо. Так. Как бы вообще оказались в подобной ситуации-то? Так. Вэнси, успокойся. Все еще не так плохо. Где-то там есть высокое место. Но это уже высокое место. Куда еще выше? Блин, ну там сундук. Ладно, пойдем тогда заберем сундук. А потом уже будем думать. Яхаза. Вот, блин, был бы Тигнарик, я бы тоже радовался. Но может быть, когда-нибудь Тигнарик мне выпадет. Так, подожди, штука. Тебя же нужно... Да? Угу. Хорошо, что я хотя бы приблизительно помню, как активировать вот эти штуки. Во! Вот это! Вот это! Вот это адекватный сундук! Занятие до конца стрима нашли. Ну да, бегать, лутать сундучки, лутать гемы, чтобы выбить наконец-то лук на емочку. Да и к тому же мы любуемся прекрасным Вэнси. Слушайте, а может оно вон там-то место? Вон, вот, 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 вот тут вот. Там просто какая-то еще тарелка стоит, возможно, с супом. Ладно, полетели туда, попробуем слетать. Будет забавно, если это и есть то самое место. А это 100% и будет то самое место. Как вкусно пахнет. Неужели тут кто-то готовил еду? А! А все! А все! Я как бы справился. Не прошло и... А! Не прошло и полчаса, хотел я сказать. А-а-а, прошло. Полчаса как бы прошло. Да. Ой, а что это там в котелке готовится? Так вкусно пахнет. Ну, пойму, он уже с рюнки текут. Кажется, это суп. Но Паймам не понимает, из чего он. Где тут мимбасик, где лисичка суп готовила? Ой, Торо! Чего? Смотри, тут никого нет. А суп так вкусно пахнет. Давай попробуем, пока никто не видит. Ну, давай. Только тихонько. Хорошо. Котелок оказался меньше, чем на первый взгляд. Содержимое котелка исчезло. Этот суп так прекрасно пахнет. А на вкус никакой. Они все сожрали. Они просто гуляли по лесу. Увидели, что кто-то там готовит суп. Они сожрали суп. И я так полагаю, сейчас вернется хозяин. Так оно, понимаете, содержимое котелка, оно испарилось. Причем само по себе. А вот и... Вот он. А вот и Арамуху Кунда. А вы, нары, что тут делаете? Арамуху Кунда. Так, запомним, запишем. Аранара? Откуда он появился? Ну, это, видимо, был страж этого самого супя. Из-под земли. Это не важно. Зачем вы съели мой суп? Аропасу непросто было его приготовить. А это все Пайман? Да, это другой Аранара, кстати. Эй, Тору. Ты вот так вот просто сдашь Пайман? Да, причем Тору сам разрешил ей съесть супа потом. Это все Пайман, потому что она меня задавала как-то. Мне без разницы, кто съел суп. Суп отодет. Да вы вообще знаете, как сложно тут готовить. То дождь, то солнце пек. И вот я, наконец, приготовил котелок супа. Только отлучился за фруктом Хара. Да, а вы... У него на шляпке там, судя по всему, еда. Ну, просто твой суп так вкусно пах. Но если это так сложно, то почему ты готовишь здесь? Ну, потому что самое важное для готовки нужно собирать каждый день. Ну, это чтобы... Это такая поварская причуда? Вода. Все дело в воде. Вкус супа зависит от воды. Поэтому она должна быть лучшей. Я набирал воду по всей чаще опам и варил суп. А воды я собрал столько... А воду... А воды я собирал столько раз, сколько листьев растет на деревьях. И тогда я нашел лучший живой источник. Это единственный источник воды, приготовленный для величайшего лакомства. Праздника Утсава. Но тебе этого не понять. Только тот нара был... Только тот нара бы понял. Ага. Да, это Ораньяк. Это все вот-вот Ара-Ара-Ара с этими странными именами. Кстати, на самом деле нас послала Аропакати. А это ж нам еще нужно всех Аранар искать, да? Ну, там же квас на поиск 70 Аранар есть, по-моему. Какая же печаль нас ждет в дальнейшем. А, так вы, Нары, друзья моей сестренки. И скоро праздник Утсава. Но я не об этом. Я уже нашел живой источник и приготовил величайшее лакомство. Вот в этом котелке. А потом... А, так подождите. То есть, вот эта хрень, которая была, по мнению Паймон, безвкусной? Ага. Ага. Понял. Кстати, а где Арамаху Кунда и правда? Короче, забейте. Это нюансы и... Вообще не имеют никакого отношения ко всему происходящему. Все хорошо. Феликс, привет. Ну, это было величайшее лакомство. А, но ты не расстраивайся. Суп вышел очень ароматным. Мой живой источник. Там живут обшиваны. Но я так долго ждал, пока они уйдут. И набрал лишь котелок воды. Так не пойдет. Вы должны принести мне еще один котелок из живого источника. А, обшиваны? А это кто такие? Вы, Нары, совершенно ничего не знаете, Олеся. Они живут в воде. У них четыре ноги, хвост и они кусаются. А, собаки? В смысле, удача Фокса, подождите. То есть, ты... Подождите, скрин с двумя луками. Подождите-ка. Я, то есть, просто сначала обматерил этого человека. Но я не глянул, кто этот человек. Подождите-ка. Одну секундочку. А. Так это Фокс и есть. С десятки. Два лука на ему. А-а-а-а. Я предлагаю Фокса, вот в этом же котелке, где готовился суп, приготовить там и Фокса. Два. Два лука, две сигны на ему. За одну десятку. Фокс, я тебе еще на прошлом стриме говорил, банься сам. Просто возьми и забанься. Мы такого не одобряем, мы такого не понимаем. Так просто посмотрите на вот эту недовольную морду, которая сидит и смайлики недовольные в чатик спамят. У него C2 на хида, у него сигна на на хиду. Так он еще и из десятки два лука на ему вывел. Все. Ну, что тебе тут можно сказать? Вот что тебе можно сказать? Ну, по-моему, вы все сами слышали. Такого не бывает. Но это есть. И оно существует. И вот он живет в нашем мире. А-а-а. Костя Реалист, привет. Э-э, подождите. Собаки же вроде в воде не живут. Да кто такие эти... Апшуаны? Не важно. Достаньте мне воду. Из того живого источника. Ладно, ладно. Тору, придется нам идти. Эх, идем. Раз суп сожрали, только обязательно из живого источника. Ну, Фокс кровосись. Он просто ворует удачу у всех, кто в чатике. И вот. Огромный лист с небрежными заметками. В семнадцатый раз и не покрыл листья. После некоторых экспериментов было замечено, что вода из притоков содержит песок и грязь. У нее земляной привкус. Неприемлемо. В тридцатый раз и не покрыл листья. Снова идет дождь. Неприемлемо. В шестидесятый раз и не покрыл листья. После некоторых экспериментов было замечено, что вода из главного русла реки делает суп гораздо более ароматным. Но этого все равно недостаточно. Неприемлемо. В восьмидесятый раз и не покрыл листья. Как только мой суп был готов, пошел дождь. К счастью, на мне была шляпа. Качество этой воды неплохое. Восьмидесятый эксперимент. Так, живой источник. А. А, так вот же оно. Все предельно ясно. Мне потом главное просто это место же найти и все. Так. Ну, Вентик, ты вообще как? Да, да, да. Эти крокодилы, это по сути они и есть. Вот ты злой стал. Все. Все, ребят. Венти в ДД. Отправляем. Нормальный саппортик. Так, вон он этот живой источник. Паймон, кажется, что он не отличается от обычной воды. А, ну да, я забываю о том, что у меня есть эта прелесть в отряде. Но мы пока тестим Венти. Нахидочка понятна, она просто пока еще не готова. Слушай, а если мы тебя электробрякнем? Ну, в целом-то. Ладно. Можно и доползти. Все, полезли. Не, ну, Венти все. Впервые за два года. Я думаю, Венти и сам не думал, что его возьмут куда-то, кроме 11 этажа бездны, где нужно защищать монолит. Потому что там, да, ладно, Венти полезен. Да и то, в последнее время, по-моему, я перестал его туда таскать, потому что урона уже настолько много на 11 этаже, что он просто не нужен. Но вот то, что Венти просто будет бегать по сумеру, я уверен, он такого точно не ожидал. А вы плохие нары. Даже не думайте меня обмануть и принести воду из другого места. А. В смысле, мы плохие нары, держи. Правда, он просил котелок, а мы бутылочку принесли. Ммм, это вода из речки. Вода из живого источника, холодная и чистая, как лунный свет. Если бы Рачатора, Аросака или Рафала выросли на этой воде, они бы не были такими глупыми. Только Аропакати, моя сестренка. Эээ, ну так, это... А, да, еще вы должны приготовить мне суп. В смысле? Так, короче, по рецепту готовим суп, и из кастрюли поднимается приятный аромат. Итак, готовка закончена, и мы вместе пробуем свежесваренный суп. Это в некотором роде оправдывает ожидания, и действительно пахнет плодами. Однако, фруктово-овощной суп без каких-либо приправ совершенно безвкусен. Ммм, вот как должно пахнуть величайшее лакомство. Эээ, что думаешь, что думаешь, Торо? Эээ, слишком правильная пища для меня, согласен. Там бы, вот-вот мясца бы в этот суп. Пайма думает, что будет вкуснее, если немного посолить и поперчить им мясо. Да, все вкуснее с солью и перцем. Великий Арамаху-Кунда, ты хочешь добавить соль? Какая ужасная идея. В соленой земле нет жизни. Аранарам остается лишь сжиматься в семена. И ты, Нара, хочешь добавить соль? Суп должен быть безвкусным. Вы, Нара, даже этого не понимаете. Подождите, суп должен быть безвкусным? Ладно. В прошлый раз, Нара после тарелки супа сказал нам. Когда маленькие Нары возвращаются домой, дома пахнет супом. У супа должен быть аромат. Да, раньше детей домой так и засывали. Костя, спасибо. За грибочки, точка, я скучал без них. Спасибо. Так вот грибочки. Так, а че там? А там Аяка. А там... Ай... А, нет, двуруки. Там опять вернулись двуруки. Спасибо. Не, я бы не сказал, что я скучал по грибочкам, потому что их имена это отдельный вид искусства. А потом он похвалил еду Арапаса. Сказал, что еда очень ароматная. Я никогда этого не забуду. Поэтому я тебе не верю. Но одного же аромата недостаточно. Суп тебе должен просто вкусно пахнуть. Он должен быть еще и съедобным. Но раз ты на раз праздника Уцава, значит ты понравился Араджа и Арапакати. Придется попробовать приготовить суп со вкусом. Я даже поищу воду получше, чтобы суп был вкуснее. Это, братик, я думаю, дело не в воде. Да, но мои кулинарные практики завершены. Поговорим на празднике Уцава. Я научил тебя, как правильно готовить суп. Это суп, одобренный великим нарой. Так что попробуй еще. Но не забывай использовать хорошую воду. Да лучше специи. Торо, в следующий раз нужно попробовать добавить приправ. Может и вкус получше будет. И мясо, и мясо туда. Туда еще обязательно сырные шарики масла. Что? Кстати, ребят, ребят. Вы чувствуете запах лука? Я чувствую. Ну ладно. Возможно не сегодня. Возможно не сегодня, но я где-то рядышком. Меня хотя бы радует уже тот факт, что у меня появился С5 ржавый. Все. Все. Так, ребят. Самое время нам сделать небольшой перерыв, после которого пойдем дальше. Давайте посмотрим для начала, куда мы пойдем. А куда мы пойдем-то? А, во. Воруна Гата. ХЗ. Что это? Или вот это? Или вот это? Так, так, так. Разносит споры. А, это вот про... А, а, а. А, вот этот квест, который нам нужен. Чаще обам то и дело льет прерывистый дождь. Разносятся споры. Видимо, что-то случилось с машиной Воруны. Ради ваны и праздника Уцала, Ронары пытаются починить машину. Это вот, это вот, вот, вот тот квест, который я взял изначально. А тут опять еда. Ладно. Тогда пойдем, это, сюда. Пойдем чинить машину ту самую. Так, ребят, все. Самое время небольшого перерыва. Пять минут и продолжим.